И вот у нас 17.00, можно начинать лекцию. Вот, да, сегодня будет две презентации, достаточно разных, и на которых, в общем-то, более-менее заканчивается как бы зоопарк таких стандартных, известных, относительно простых эволюционных алгоритмов, и после этого начнутся уже несколько продвинутые вещи. Ну, после вот этой лекции я сделаю паузу в своем старом изложении, в изложении именно алгоритмов, постановок задач и так далее, и сделаю лекцию про то, как какие-то конкретные люди успешно решили задачу, публиковали, чтобы вот это вот все было интересно. Возможно, я это даже сделаю или частично не собой, или полностью не собой, но я еще не решил. То есть, возможно, это будет приглашенная лекция. Вот, а сегодня две презентации, которые обе достаточно короткие, то есть я сегодня маловероятно, что вас будут держать три часа, и скорее всего до двух не давлю, и даже, может быть, еле-еле заполню этими презентациями пару, хотя здесь вот уже могут быть варианты. Вот, первая презентация, вот мы ее, надеюсь, видите, экран расшарен, она посвящена кой эволюции в эволюционных алгоритмах. Вот, она чуть-чуть покороче, чем вторая. Вот, и, возможно, мы даже не будем делать никаких перерывов, но это, опять же, зависит от того, насколько быстрый темп или не быстрый мы сегодня возьмем, какие будут наводящие вопросы, что я по этому поводу буду говорить. Итак, кой эволюции. Сначала что такое, потом основные разновидности, и потом штука, которая не совсем кой эволюции, но похожа очень по общим намерениям. Понятно, что кой эволюция, как и очень много, что в эволюционных алгоритмах, была позаимствована из наблюдений в природе. А в природе практически никакие виды не эволюционируют в одиночестве. По разным поводам возникают ситуации, когда видов больше одного, и они как-то друг с другом начинают взаимодействовать. Например, все мы знаем состояние хищник-жертва, когда один вид является хищником, и он поедает жертву, а жертва, соответственно, этому хищнику пытаются противостоять. Аналогичные системы хозяин-паразит, которые не аналогичные, но по основным принципам достаточно похожи. То есть в соревновательной биологической эволюции все время идет какая-то борьба меча и щита, когда каждая сторона пытается каким-то образом противодействовать другой стороне сознательно или бессознательно через эволюцию таким образом, что спустя некоторое время старые хищники хуже справляются с новыми жертвами, а старые жертвы хуже защищаются от новых хищников. То есть тут как бы ко не в смысле дополнение, а ко в смысле совместная эволюция. Ну да, это такой в целом термин, ну более-менее устоявшийся, да, и кажется, эта латинская штука ко, которая прицепляется ко всем, она вообще про что-то, ну как бы, окей, у нас же тоже со вместо, и со, это примерно то же самое, да. Как бы, оно бывает и со ревновательное, и со вместное. Вот, так же и здесь. И я как бы не особо большой лингвист, но кажется, что тут они даже чуть не когнатые эти две частички. Вот. Ну короче, кроме соревновательной коэволюции, бывает еще и кооперативная. То есть, ну, система вида цветокопылитель, когда два разных вида друг к другу приспосабливаются таким образом, чтобы все лучше и лучше нужды друг друга обслуживать. Естественно, в биологии редко бывает, что какая-то вещь происходит в чистом виде, да, то есть можно и в соревновательной коэволюции найти кооперативные элементы, да, так как так вот хищники, например, могут просто затачиваться на эффективное вычищение жертв чем-нибудь, зараженных какими-нибудь паразитами от этого ослабленных, да, и тем самым наличие хищников, оно как бы оздоравливает ситуацию в каком-то смысле философском. Как бы и жертвы хищников держат в тонусе, и хищники жертвы держат в здравом состоянии. Вот. И кооперативность, она бывает разного уровня кооперативности, да, бывает комменсализм, да, когда какая-то большая штука не замечает существования маленьких, а маленькие штуки от этого сожительства приобретают некоторые выводы, да. Вот. Но для рассмотрения того, что происходит в оптимизации, действительно полезно посмотреть на это дело, как бы на экстремальные инкарнации этих взаимодействий, чтобы понять, что бывает вообще. Ну и, соответственно, в оптимизации к эволюции тоже бывает. Она состоит в том, что задача оптимизации как-то решается таким образом, что эволюция запускается не на одном типе решения, а на более чем одном. Вот эти типы решения могут как-то по-разному соответствовать тому, что есть решение задачи, а что есть какие-то там свойства задачи. Вот. Но общая черта к эволюционных алгоритмам в том, что приспособленность решения может зависеть от других решений. То есть во всех предыдущих случаях, которые у нас были, у нас приспособленность можно было считать для каждого решения один раз и, соответственно, с этим и жить. Вот. А здесь у нас приспособленность каждого решения определяется не только тем, какая у него структура, но и тем, какое у этого решение окружение. Вот. Ну и, соответственно, аналогичные вещи можно нарисовать, чтобы соревновательные к эволюции, примеры которых мы дальше посмотрим, приспособленность определяется тем, насколько эффективно решение соревнуется в каком-то смысле своем с другими решениями, а кооперативная эволюция, там приспособленность определяется тем, насколько эффективно решение кооперирует с другими. Да, но можно уже тут посмотреть на формулировки и как бы понять, что вещи похожие, но скорее всего, да, если вот уже подключать какую-то интуицию, все будет реализовано в этих двух вариантах совершенно иначе. Можно выделить более-менее четыре основных типа к эволюции, три основных, один вспомогательный. Тип первый соревновательная к эволюции с одной популяцией. Здесь не надо ничего особо выдумывать, все особи решают как бы поставленную задачу, какую-то задачу оптимизации, все особи, соответственно, имеют один и тот же тип, и они соревнуются друг с другом в пределах популяции. Соревновательная к эволюции с двумя популяциями определяется тем, что особи бывают двух различных типов, при этом различные типы решают как бы разные задачи, то есть наша исходная задача, она переносится на один из этих типов, а другой тип занимается чем-то совершенно своим. И приспособленность особи одного из типов вычисляется путем соревнования с особями противоположного типа. То есть, соответственно, тип А и тип В, если есть, то приспособленность особи типа А не обращает внимания на других особей типа А и смотрит на особи типа В и на Б. Кооперативная к эволюции, ну тут нету никакого смысла различать случаи по различным числу популяций, есть n сколько-то различных типов особей, а исходная задача решается не каждой из особей в отдельности, а сборкой из нескольких решений. Вот, и чаще всего получается так, что это вот каждый тип решения отвечает за какую-то компоненту этого исходного решения, и, собственно, исходная поставленная задача решается тем, что мы берем по одной особи каждого типа, как-то это вот собираем, как-то вот, кто там собирается, кто-то из трансформеров там собирается, как-то, вот, и решается исходная задача, получается у этой величины какая-то приспособленность, и она каким-то образом впоследствии раздается частям. Вот, таким образом мы отдельной части оцениваем и как бы по их, как бы потенциальному возможному качеству и по тому, как они кооперируют с особями других типов. И вот четвертый вспомогательный тип – это задача с поддержанием разнообразия. Здесь все особи решают одну и ту же задачу, то есть все здесь более-менее стандартно, но наша постановка требует того, чтобы особи были достаточно сильно отличными друг от друга. Но, опять же, вспомним семантическое, генетическое треерамирование, да, там похожие вещи возникают. И если две особи слишком похожи, то на уровне приспособленности или на уровне оператора отбора, здесь довольно плавно перетекает одно в другое, они как-то за похожесть наказываются. Вот. Ну и, соответственно, как результат, если у особи есть какой-то стахастический выбор быть приспособленным, но похожим на какую-то имеющую еще особь, или быть чуть менее приспособленным, но ни на кого быть не похожим, то он пойдет вторым путем. И таким образом такой алгоритм будет заставлять особи как-то равномерно распределяться под пространство поиска и, возможно, заниматься какие-то различные ниши, чем впоследствии будем пользоваться. Есть некоторая общая черта у всех этих вещей. И, собственно, это практически главное, за что все это объединяется под одной вывеской. Может такое быть, что текущее решение, но в какой-то из популяции заведомо лучше, чем лучшее из решений весть итераций назад. Ну, сколько итераций назад. Но приспособленность, которая у него фактически получается при всей этой процедуре вычисления приспособности, будет примерно такая же. Потому что враг не дремлет, и мы выработали лучшие какие-то приспособительные черты, но и враг под нас лучше приспособился. Вот это при достаточно хорошей настройке происходящего компенсирует друг друга, и приспособленность лучших особей в текущем поколении, она примерно такая же, как приспособленность лучших особей 10 итераций назад, 10 итераций вперед, ну и более-менее по всей оптимизации так вот размазывается. А из этого следует довольно интересный факт, мы не очень понимаем, когда останавливаться. Вот, потому что вот в этой системе, как бы если смотреть на алгоритм таким образом, то у нас нет никакой абсолютной приспособленности, и кроме тривиальных критериев типа закончилось время, у нас не очень понятно, когда останавливаться. Вот, поэтому нередко получается, что нужно вводить собственно внутреннюю приспособленность, которая в соревновании или в кооперации вычисляется, да, вот, который собственно оперирует отбор в этих алгоритмах. Есть какая-то приспособленность внешняя, которая как бы сама по себе. В ряде случаев у нас, ну, более-менее очевидно, как такие приспособленности делать, а в ряде случаев вообще непонятно, потому что у нас какого-то оракула, когда останавливаться на самом деле нет. В частности, практически в ближайшей, на следующем слайде будет ровно такой случай. Вот, ну, стандартный достаточный прием, давайте как-то собирать какую-то репрезентативную выборку тех особей, с которыми оно соревнуется или состязается, и смотреть приспособленность вот по сравнению с ними. Вот, но у этого тоже в разных сеттингах, ну, то есть такая абсолютная приспособленность относительно неизменяемой популяции каких-нибудь соперников, она как-то может говорить о том, что вот мы наконец-то стали достаточно хороши, что какие-то предыдущие решения там побили с запасом, и можно останавливаться. Вот, но, да, это бывает непросто определить, и об этом надо при дизайне таких алгоритмов об основном задач задумываться. Ну, и очень важное следствие для всех тех, кто любит эффективные алгоритмы, да, как бы мы все понимаем, что если приспособленность это неотъемлемое свойство особи, то давайте ее посчитаем и не будем пересчитывать, потому что, ну, зачем этим заниматься, если наша особь прошла в следующем поколении без изменений, зачем тратить какое-то время, чтобы что-то пересчитывать. Вот, тем более, если у нас какая-нибудь мутация, которая ничего не изменила, если она действительно ничего не изменила, мы это можем определить, и тоже зачем нам что-то пересчитывать. Вот, пусть алгоритм там себе что-то думает, а мы будем экономить наше время, деньги и так далее. Но в к эволюции это не так. В к эволюции все особи приходится пересчитывать заново на каждой операции, потому что окружающие всегда поменялось. Вот, и с этим ничего нельзя поделать. Вот тут есть еще, соответственно, подобная вещь в оптимизации с шумом, оптимизации динамической, но там разные поводы. Для этого здесь такой повод эндогенный. Получается, что алгоритм сам по себе так устроен, что приходится все пересчитывать. Правда, бывает, конечно, иногда такое, что мы можем что-то дорогостоящее посчитать один раз, потом взаимодействие пересчитывать как-то дешево. Вот, но, как мы увидим, это в целом довольно редко. Соревновательная эволюция с одной популяцией. Довольно исчерпывающий пример, который показывает, зачем это надо, это эволюция игровых стратегий. То есть, мы знаем, как тут глубокое обучение с подкреплением всех победило сначала в шахматах, потом в бой и так далее. Вот это все то же самое. Вот, то есть и у них, естественно, да, в диплёрдинге вот подобные вещи, как я тут рассказываю, все возникали. Вот, и в эволюционных алгоритмах, все это тоже, естественно, вот ровно те же вопросы возникают. Все всегда одно и то же. Зачем вообще заниматься проэволюцией? Да, основная проблема, да, начинается с того, что если мы чем-то случайным инициализируемся, что в эволюционке, что в обучении с подкреплением, большинство вот этих стратегий, они настолько плохи, что если у нас есть какой-то вот надбор по абсолютной приспособленности, да, есть какая-то эвристичка, с которой мы хотим сравниваться, эвристичка каким-нибудь перебором что-нибудь делает, или мы достаточно богаты, чтобы сравнивать нашу производительность с производительностью каких-то топовых игроков в соответствующих играх, ну, или если игровая стратегия у нас такая, что мы играем против компьютеров, какие-нибудь игры типа Марио там или еще чем чего-то в этом роде, да, когда у нас есть более-менее вменяемый критикат от того, насколько далеко мы прошли, да, и достаточно ли хорошо мы прошли и выиграли вообще. Вот, в этом случае у нас есть абсолютная приспособленность, но большинство случайных стратегий, которые вначале получаются, настолько плохи, что они как бы не делают ни одного внятного действия, у них у всех приспособленность ниже плинтуса, и даже если их сравнивать с чем-то вменяемым, да, и включать ту же пресловутую рулетку, то они настолько плохи, что они, шум, который у них получается в абсолютных ветчинах, он превалирует, и никакой эволюции не получается. Чтобы с этим что-то сделать, пусть они сражаются друг с другом. Друг с другом. Как бы игры типа Марио здесь как бы не очень содержательный пример, потому что там непонятно с чем сражаться. Вот, но в играх мутуалистических, когда у нас есть два противника, они играют друг с другом, все это более-менее вменяемо работает. У нас от того, что мы стравили двух хреновых соперников друг с другом, тем не менее получается какая-то информация, то есть мы понимаем, кто из этих двух лузеров менее лузер. И со временем они вырастут над собой, будут сражаться с равными примерно им по силе противника с той же популяцией или с предыдущей популяцией. Вот, и соответственно, в какой-то момент знак сменится на противоположный, и с абсолютной приспособленностью будут уже другие проблемы, что мы стали настолько хороши, что абсолютная приспособленность. Если с кем-то сравнивать с какими-то имеющимися стратегиями, то мы их всегда побеждаем, и тоже непонятно ничего. Вот. Тем не менее, вот к эволюционной постановке они все еще могут продолжать расти над собой и со временем начать побеждать даже дорогостоящих по измерению и очень сильных противников, как было в случае с ГО. Вот. Здесь как бы основной вопрос, как устраивать сражение. Ну, и здесь как бы трейдов, как правило, вычислительная сложность versus точность исходов. Можно на каждой итерации каждого участника, каждого члена поколения сравнивать с каждым другим. Вот. И если у нас детерминированные игры, то у нас будет N, наверное, минус 1 пополам игр за одну итерацию. Несколько недетерминированные, ну, там, в общем, это отдельно тоже. Веселая опция, там можно что-то усредить. То есть как бы реализация алгоритма с кой-эволюцией, это будет какой-то внешний цикл, который бегает там по эпохам, ну, то есть по номеру популяции. Изнутри него еще какой-то итеративный алгоритм, который будет вот, ну, либо скрещивать, либо там, строить сражения между особами. Ну, типа того, да. То есть у нас как бы основное отличие от того, чем мы смотрели раньше, это как раз вычисление приспособленности, да, потому что все то, как там делается скрещивание, мутация, отбор, да, они, если у нас приспособленность в явном виде посчиталась, они никак не отличаются, разве что разные популяции. Ну, вот здесь одна популяция, да, когда там разные популяции будут, там просто можно на это смотреть, как на несколько независимых оптимизаторов, работающих друг с другом. Вот, можно как бы все, все, что мы выучили на предыдущих лекциях, все тут точно так же применять, вплоть до семантических всяких операторов. Тут вот семантики очень много будет на вход подано, и с этим можно что-то делать, довольно интересно. Вот, да, внешний цикл, он действительно будет по эпохам, ну, по итерациям, по поколению. Не очень, кстати, не очень красивый эпизод в нейминге, в эволюционке, да, есть итерация, как термин, обозначающий, ну, что-то такое программистское, да, есть популяция, как что-то обозначающее совокупность особей, да, есть поколение, которое умудряется в разных контекстах обозначать и то, и другое. Вот, более того, со словом популяция тоже есть большой риск втащить его вот в эту же путаницу. Ну, вот, в английском языке все то же самое, вот, поэтому всякий раз приходится придумывать какое-то внутреннее соглашение в рамках статьи, там, или книжки, не дай бог, как именно все это называть, вот, и поэтому, как бы, если вы доберетесь до того, что будете читать чужие статьи или даже, там, учебники, в общем, здесь может быть довольно большой источник не то, что путаницы непрасивости, вот, а внутренний цикл в случае с креволюцией, да, там будет, там будет какая-то логика с сражениями, сравнениями и так далее. Вот, как устраивать сражения? Это, собственно, вот есть вопрос, потому что каждый с каждым, ну, с одной стороны, мы получаем примерно всю информацию, которую можем получить из этой популяции, с другой стороны, достаточно долго. Вот, можно вместо этого разбить как-то на пару случайным образом будет минимально возможное количество игр, вот, но от этого у нас, ну, каждой особи будет такая булевая приспособленность выиграла, проиграла, например, ну, или просто какое-то одно число, которое у участников скоррелировано, и оно зависит от исхода игры. А, кроме того, такое разбиение будет достаточно шумным, в том смысле, что... Допустим, мы как-то из абсолютно... Допустим, абсолютному второму месту не повезло сыграть с абсолютным первым местом. Соответственно, абсолютное второе место получает приспособленность, идентичную приспособленность любого другого лузера, которого бы оно победило, и с некоторой вероятностью не получит никакого шанса продолжить свое существование в том или ином виде, самостоятельно или в виде потомка. Вот. И таким образом, как бы, вычислительная сложность не очень большая, а шума очень много. Вот. Можно балансировать между этими двумя крайностями и выбрать каждый случайных соперников. Для каждой особи провести НК-игр. Соответственно, можно что-то там, какие-то игры учитывать и тому, и тому сопернику. Ну, собственно, разумно там будет что-нибудь типа НК-пополам. Особенно если соперников играть чуть-чуть не совсем случайно, с учетом того, что мы уже с кем-то поиграли. Там придется, на самом деле, не очень равной вероятности назначать игрокам, но это все какие-то такие реализационные мелочи. Вот. Интересный вариант состоит в том, чтобы проводить один большой турнир, в котором, ну, и сначала разбиваем как-то на пару случайным образом, проводим игры. Те, кто проиграли, выбывают с соответствующей приспособленностью, а победители опять устраивают друг с другом турнир и так далее. Вот. То есть, с одной стороны, ну, и так вот пока не останется какой-то один победитель. Вот. Игр будет Н-1 по более-менее понятной причине. Вот. Потому что у нас дерево получается, и у нас вершина, соответственно, Н-1 есть. Ну, и у нас одна репро. А. Да, прикиньте. Сейчас. Иравними 20 минут. А, ну, дайте. Каждый игрокам, на самом деле, выкидывают относятся, поэтому проще. Вот. С одной стороны, здесь есть все та же вероятность того, что мы выкинем вторую по счету особь, просто потому, что ей не повезло. Но, с другой стороны, есть преимущество, потому что то решение, которое в итоге будет победителем, оно проведет довольно много игр, да, там, логарифм, наверное, наверное. Вот. Ей, соответственно, оно точнее посчитается. То есть мы больше будем понимать, ну, как бы, относительно хороших особей, насколько они на самом деле хороши, да. То есть мы... Если какая-то особь пробралась наверх турнир, значит, она действительно хороша, потому что ей логарифм раз повезло выбивать. Вот. Значит, там точно не будет какой-то заведомо слабой особи. Если можно, там, оценить какую-нибудь вероятность того, что если особь, типа, в третьем или четвертом квартале по качеству, то, что будет, то вероятность добраться до верха, она будет чего-то такое маленькое, да. Она будет какой-то один делить на полинома ТН, и это достаточно хорошая гарантия, что победитель такого сражения точно посчитает нехорошо. Вот. Соответственно, можно даже в явном виде не писать никакую никуда приспособленность, да. Просто берем какой-нибудь обычный цикл с каким-нибудь отбором там по рангам или по турнирным отборам или еще что-нибудь в этом роде. Вот. Но вместо того, чтобы сравнивать уже посчитанные приспособленности к компараторам, как это мы бы делали в обычной реализации, мы вместо этого запускаем игру. Компараторы, конечно, будут немножко сыпаться в плане того, что там никто не гарантирует какой-то цикличности в отношении того, что кто-то победил. Вот. Но турнирному отбору все равно. Некоторым сортировкам даже тоже, в общем-то, более-менее все равно. Они, конечно, не очень детерминированы получатся от этого. Ну или, понятно, в зависимости от того, в каком порядке там сложили решение, у них могут получиться разные результаты, но в целом они как-то сортируются, и вот рангом получившихся решений уже можно назначить какие-то вероятности отбора и дальше этим пользоваться. Вот. Достаточно удобно. Правда, это java.util.arrace.sort может сломаться. Это как бы основной вопрос по одной популяции, хотя как бы он лежит на поверхности, это первое, с чем вы столкнетесь. А вот дальше начнутся вещи, про которые я уже даже не готов рассуждать, потому что это надо спрашивать отдельно людей, которые этим непосредственно занимаются. Да, то есть стабильностью, да, все это вот популяция может ходить по кругу на самом деле, да, то есть это в идеальном мире получается так, что каждая следующая популяция сильнее предыдущих. Вот, а на самом деле, если мы слишком агрессивно забываем опыты предыдущих поколений, да, то, как и, собственно, в человеческой истории можно ходить по кругу, да, то есть мы все время будем делать, что мы соревнуемся, соревнуемся, улучшаемся, улучшаемся, какой-то отбор идет, а на самом деле мы в том числе все на месте. Вот, для этого тоже как бы достаточно стандартной техникой является включение в сражение каких-то стратегий из прошлого, из прошлых операций и тем самым немножко ухудшая себе, как бы, участительный бюджет, больше времени тратя на вот эти все сражения, ну, можно это контролировать, да, мы немножко улучшаем себе стабильность, да, то есть мы увеличиваем в худшем случае длину цикла, по которому будем ходить, и если мы сделаем достаточно большой, мы этот пророчный круг разорвем, мы таки дойдем до состояния, когда нас все устраивает. Вот, но тут лучше читать соответствующую литературу, потому что это все уже теория игр начинается, да, вот, и всю теорию игр я, конечно, тут в одной презентации в качестве комментария к одному из видов эволюции и как-то не готов об этом рассуждать, ну, и, собственно, в самой теории игр это тоже не очень-то большой специалист. С двумя популяциями соревновательных эволюций. Здесь пример, пример такой рабочий, в рамках которого можно рассуждать. Можно это генерация программ против набора тестов. Вот, то есть у нас первая популяция это то, что мы, собственно, хотим построить, это то, что решает поставленную нам задачу, ну, в данном случае, в данном примере это программы, которые что-то делают, а вторая популяция это те особи, на которых качество этих программ тестируется, и если эволюция настроится более-менее вменяемо, более-менее правильно, эта популяция будет сходиться к сложным экземплярам задачи. Вот, ну, у нас может быть, да, а может не быть какого-то оракула внешнего, возвращаясь к вопросу абсолютной приспособленности в данном случае, да, потому что у нас может быть как бы финальный и абсолютный конечный перечислимый набор тестов, и в данном случае вторая приспособленность это будет скорее под множество этого набора тестов, ну, вот, которая будет постоянно меняться, но в целом оно как бы не будет вылезать за некоторый разумный кредел. Вот, иногда так можно сделать, и в этом случае мы можем устраивать себе учисление абсолютной приспособленности путем раз в n делить на константу итерации, запускать лучше осы на всех-всех-всех тестах, ждать, мучиться, но когда оно посчитается, чтобы это время было соразмерно с остальной эволюцией, или даже меньше, мы что-то будем понимать об абсолютной приспособленности, и когда мы пройдем, наконец, все тесты, мы можем остановиться и с радостью выдохнуть. Ну, на самом деле, часть этого мы сможем увидеть уже в процессе оптимизации, да, потому что в этом случае, если мы проходим все тесты, то мы и против всех тестов во второй популяции тоже отлично отработали. И, кажется, первый пример того, когда это было применено по делу и с успехом, это вот в работе Хилиса 90-го года, я не помню, это была серия из не очень большого числа статей или диссертации, или то и другое, но смысл был в том, что строились сортирующие сети для заданного числа входов, которые при этом имели бы минимальное число компараторов. А про сортирующие сети в курсе кто-нибудь, я просто постоянно забываю пример сюда приводить что-то вообще, поэтому, возможно, придется на слух. Да, значит, помните, отлично. Вот. Ну, соответственно, точно так же помните, да, что есть там такая теорема, что любая сортирующая сеть корректна тогда и только когда она сортирует все битовые векторы нормально. Вот. Ну и, соответственно, есть такая теорема, я вроде не брал. Вот. Поэтому у нас для сети размера N всегда есть два степени N-тестов, на которых их осмысленно запускать. Вот. Кажется, там это число не минимизируется, потому что если сеть как-то какой-то вход не сортирует, можно так сделать, чтобы он был типа один и при этом сеть начинала выиграть. Вот. Поэтому засабсетить это так просто не получается. Ну, два степени, но это как бы прям много. Вот. Соответственно, у Хивиса получилось все это дело ускорить. Ну, понятно. Если мы просто случайно посабсетим набор вот этих битовых векторов, то получится, что мы вырастили сетку, сортирующую сеть, которая вот это все сортирует, но с никакой примерно вероятностью нет гарантии, что она сортирует и все остальное тоже. Вот. И кажется, там с этим действительно были большие проблемы. Пока, собственно, вот до Хивиса не дошло, что здесь можно устроить самую что-нибудь эволюцию. Одна популяция это сортирующие сети, другая популяция это вот эти вот битовые векторы, которые имели на популяции ластачен такой небольшой конечный размер. Вот. Но это позволило разогнать эволюцию достаточно до больших пределов. То есть случайно выбранные сети справлялись с маленьким, но отличным от нуля числом случайных битовых векторов. Они как-то получали преимущество, развивались, мутировали, я уж не помню, скрещивались или нет. Наверное, скрещивались. Вот. Начинали потихоньку выносить те битовые векторы, которые были в популяции. Соответственно, те векторы, которые различали хорошее решение от плохих, они получали преимущество, размножались, клонировались, тоже, наверное, скрещивались и таким образом получали так, что в процессе работы сложность тестов была достаточно хорошей для того, чтобы устроить нормальный градиент сортирующим сетям и при этом, чтобы сложность вычислений на одной итерации была достаточно вменяемой. Ну и, соответственно, тут Хидис в свое время в районе этих работ повторил и поставил какие-то рекорды по минимальному числу компараторов. Или что он там сравнивал? Или не компараторы там были, а число шагов, да, то есть там компараторы можно ставить параллельно и вот за сколько шагов там оптимизировать, это тоже внятная цель какая-то. Честно говоря, я слишком давно все это читал и уже не помню, что именно оптимизировалось, но что-то, что является явным. То есть не то, у чего есть тривиальное решение такое. Вот. И, в общем, этот Хидис, он для каких-то размеров поставил рекорды в свое время этой вот эволюции. Вот. Ну, все это, понятно, немножко затихло, потому что с ростом N там вообще немножко неприятно экспоненциально растет. Вот. Ну и, собственно, после постановки рекордов к этой задаче интерес немножко потерялся. Вот. Но тем не менее, как пример работающей и успешной эволюции, это вот осталось в эпохе. Вот. Отмечу, что вот в этих двух популяциях оптимизаторы, которые занимаются скрещением, мутациям, отбором и так далее, они могут быть разными для программы, для тестов. Вот. Соответственно, как в таких случаях учисляется приспособленность? Ну, в общем-то, вариант примерно два. Это либо состязание каждой особи с текущим поколением соперников более-менее полностью. Если не полностью, то как бы сабсеттинг этот, его, видимо, проще включить в собственную эволюцию. Вот. Иногда для повышения стабильности состязают с предыдущим поколением соперников. Вот. Есть какой-то, опять же, немножко теория систем уже. То есть такие вот вещи, в которых могут быть всякие стабильные и нестабильные точки равновесия. Про это уже тоже есть отдельно настоящая литература, да, есть всякие аналоги в других предметных областях. Например, вы вроде, я не помню, говорили, не говорили, численные методы были, не были. Но вот в численных методах тоже есть прямая и непрямая схемы, кажется, не так называются. Вот. Прямая как бы проще, понятнее и так далее. Непрямая там, да, подсказали, что не было. Вот. Ну, если очень кратко пересказать, да, там многие задачи моделирования чего-то, нахождения стабильного состояния чего-то сводятся к тому, что у нас есть какой-то вектор чего-нибудь, и следующая итерация получается умножением какой-то матрички большой, неявно задуманной, например, на этот вектор. Вот. Ну, это такой, типа, такой своеобразный метод кредиентного спуска такой. Вот. Но затык в том, что прямая схема, которая делает итерации вот таким вот образом, да, то есть возводя матрицу в степень, по сути, вот, у нее с численной устойчивостью большие проблемы, да, то есть когда мы все это рассчитываем в компьютерных числах с конечным каким-то, с какой-то конечной точностью, у нас ошибка учисления таким образом накапливается достаточно сильно. Вот. Это вот прямая схема, да, она дешевле, она проще, она понятнее, но вот она численно неустойчива. Численно устойчива является непрямая схема, когда мы вместо того, чтобы нажать матричку на вектор, решаем систему гнильных уровней. Вот. Это получается, ну, немножко куб вместо квадрата. Ну, если у нас матричка полная, конечно. Вот. Но зато это численно устойчиво, оно не накапливает ошибку, и в итоге большая часть промышленно применяемых методов такого рода, они используют отдельные вариации именно непрямых схем. Здесь, в общем-то, разница между текущим и предыдущим покоением соперников примерно такая же. Вот. Другое дело, что у нас с численной устойчивостью обычных проблем меньше, особенно если мы дискретной оптимизацией занимаемся. Вот. Поэтому она проявляется немножко по-другому, да, она проявляется, видимо, в том, что в состязании с предыдущим, по крайней мере, соперников имеет меньшей тенденции зацикливаться или там осценировать с периодом каким-нибудь 2, веселым таким. Вот. Но в целом, да, здесь выборов, выбора не очень много, хотя, конечно, никто не ограничивает. Но есть проблемы. Вот. И с ними вот сталкивался, например, уже прямо я лично. Вот. Когда в свое время разбирался с задачкой, которая в прошлой лекции уже, значит, как-то упоминалась, да, задачка про багов, которые есть в задачах, которые сдаются в SMS в этот раз, да, я условия подеплоил. Можно сходить на сайте курса и увидеть, что они там есть. Ну, естественно, я еще не добавил все задачи, которые обещал, но вот текущая версия, она там есть. И ко мне можно обращаться за логинами и паролями, я с какими-то минимальными задержками буду способен вам эти логины и пароли выдавать, и вы можете уже что-нибудь подсогнечивать. Вот. Лирическое отступление. Вот с этими багами были такие проблемы. И эти проблемы, конечно, багами не ограничиваются. Когда мы генерируем программы против сгенерированных тестов, тесты могут усложниться настолько быстро, что все решения будут одинаково плохими, одинаково не проходят все тесты. И мы потеряем градиент, потому что, чтобы решению какому-то преодолеть этот порог, надо пройти хотя бы один тест. А так как тесты все очень суровые, то вероятность это очень невелика. И поэтому все заклинивается в состоянии, когда решения болтаются в довольно убогом состоянии, а тесты немножко поднялись над начальным уровнем, и там с высоты на всех взирают. Вот. По этому поводу бывает полезно делать оптимизатор для программ мощнее, чем оптимизатор для тестов. Вот. У меня, например, тесты генерировались как-то достаточно несложно в духе того, что если мы все их прошли, мы просто генерируем случайно какие-то новые тесты до тех пор, пока они не начинают какие-то особи в популяции побивать. Это лучшие особи. Вот. То есть, ну, в случае с багами это было как-то относительно несложно поначалу, по крайней мере. Да. Дальше там бывают всякие подводные камни. Вот. Но в целом, да, это тоже достаточно часто встречающиеся проблемы в литературе. И она решается всякими или вот способами в духе того, что мы вместо вменяемого оптимизатора для набора тестов делаем какой-нибудь градиентный спуск либо какими-нибудь адаптивными вещами. Типа, если все тесты слишком хорошие, давайте мы им поднимем какой-нибудь демонтейшн рейт и они как-нибудь сами там куда-нибудь скатятся. Опять же, да, коэволюция изучена гораздо-гораздо хуже, чем более простые алгоритмы. Вот. То есть, есть много очень веселых эмпирических вещей. Например, для того, чтобы поднять разнообразие популяций, иногда бывает нужно включить элитизм на полное. То есть, то, чего не рекомендуется делать в обычных алгоритмах, потому что элитизм в 100% или плюс схема, да, она приводит к тому, что мы надежно и намертво застреливаем локальным оптимумом и вот и с этим приходится бороться как-то иначе. А вот коэволюции может такое быть, что от того, что мы поднимем элитизм на полную катушку, у нас на самом деле эволюция пойдет быстрее, она будет быстрее выходить из локальных оптимумов, ну, потому что у нас популяции две, да, и элитизм в обеих начинает очень своеобразно взаимодействовать друг с другом, таким образом, что получается контрритуативная вещь. Вот, да, соответственно, как следствие, очень много вещей в коэволюции, они такие экспериментально случайно найденные, да, а не доказанные теоретически, и поэтому, да, здесь немножко меньше уверенности в том, что какое-то решение хорошо работает, какой-то паттер хорошо работает. Вот, бонусный слайд, который уместно привести вслед за слайдом про генерацию программ и вычисления приспособленности на тестах, который, вот, он к эволюции толком не относится, но в свете того, что я относительно недавно узнал о том, что он не только существует, но еще и достаточно хорош, вот, я решил его все-таки озвучить здесь, потому что больше непонятно, где его делать. Вот, соответственно, задачка состоит в том, как выполнять отбор, ну, как бы приспособленность, ну, в каком-то смысле, как считать приспособленность, если она считается на тестах, то есть как устраивать эволюцию с двумя популяциями отбор в первой популяции. Итак, у нас есть множество решений N, множество тестов L, вот, и у нас есть какая-то функция, которая определяет приспособленность решения на тесте. Вот, известно, что с агрегацией приспособленности каким-то образом или усреднением, или минимум, или максимум, или еще как-то, мы можем потерять довольно много информации. Вот, особенно если эта агрегация симметрична относительно множества тестов, а если она несимметрична относительно множества тестов, то порядок на тестах начинает очень сильно влиять, и если мы упорядочили тест от легкого к сложному, то мы можем зайти в локальный оптимус, который мы выберемся, а если от сложных к легкому, то может получиться так, что мы этот сложный тест будем очень долго преодолевать, и, соответственно, легкие тесты не будут указывать нам никакой градиент никуда. Вот, поэтому и опять же в свете семантического генетического программирования и прочих таких прелестей очень хочется пользоваться собственно информацией всей доступной, то есть вот этой функцией, которая задана на парочке решений тестов. Вот. И вот достаточно удачное решение, которое было предложено относительно недавно, оно было предложено относительно недавно не потому, что сложное какое-то или какой-то теории потребовало, вот, а потому, что, ну, просто перебирали, перебирали в каком-то смысле и, наконец-то, дорвались до варианта, который более-менее удачно работает. каждое решение, ну, вместо турнирного отбора, вот используем, например, вот это, да, каждое решение, которое отбирается под размножение, скрещивание, мутации и так далее, делается следующим образом. Мы начинаем с того, что берем всю нашу популяцию и обзываем ее S0, а потом проводим итерации, пока не останется какая-нибудь одна особь. Итерация выглядит следующим образом. Во-первых, выбираем случайный тест, который в процессе отбора этого решения еще не был использован. Вот Y, какой-то случайно неиспользованный тест. Находим по этому тесту, в случае если мы все максимизируем, максимум по функции. Значит, по всей популяции нашей S0, S0 в самом начале, S это минус первое в дальнейшем, по вот этому тесту. И в следующую итерацию проходят только те решения, в которых это значение максимальное. Ну, или, соответственно, сгонимизируем то минимальное. Если мы вдруг сузились до одного решения, мы прямо тут берем его и возвращаем. Если же мы протестили уже все тесты, а вот это множество еще не сошлось к чему-то одному, то мы возвращаем случайно выбранный элемент. Вот. Если приспособленность у нас какая-нибудь вещественно значная и вообще принимает много разных значений, то в целом эта штука так не очень сильно отличается от того, что можно придумать просто выбираем случайно возвращаем максимум. В этом случае у нас получается явное назначение вероятностей особи в зависимости от того, поскольку тестом у них лучшая производительность. Такая в каком-то смысле получается, что приспособленность в данном вырожденном случае это число раз, когда мы победили всех по заданному тесту, дальше мы их сортируем по этому виртуальному фитнесу и назначаем какие-то вероятности примитивного характера. Рулетка, но тут рулетка на рангах, поэтому жить можно. Но больше всего эта штука себя проявляет, когда у нас приспособленности дискретные и особенно когда они булевые, то есть прошло решение теста или не прошло решение теста. В этом случае поведение этого лексика из селекшена начинает становиться довольно нетривиальным, довольно интересным, и опыт показывает, что у этого действительно много хороших свойств, а некоторые размышления по поводу инвариантности тоже подсказывают, что этот вариант достаточно хороший. Поэтому несмотря на то, что я сам еще им толком не пользовался этим вариантом, я более-менее советую присматриваться, особенно когда с багами будете работать, наверное, оно там поможет. Потому что я какой-то турнир использовал, не то, чтобы я был супер доволен производительностью того, что получилось. Эта штука может интереснее отработать. размер популяции по ходу толку никто не знает преодолевать. Он такой не очень значительный, конечно, но минус. Эта штука в худшем случае работает от размера n на размер l для каждой особи. То есть, если мы хотим отобрать следующее поколение тета от n особей, то у нас от числа от размера популяции получается квадратичная зависимость времени работы. Опять же, в худшем случае эмпирически это бывает всякое. Но даже можно показать, что рандомизация, которая здесь встроена, ничего не улучшает. И при этом совершенно непонятно, с чего бы это было оптимальным выбором. Эту особенность меня ткнули носом не так давно, и возможно это на самом деле решается немножко большим приложением контестного интеллекта к этой задаче. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи вдруг по тому, как такую вещь сделать быстрее, чем за квадрат на размер теста в худшем случае, то в общем об этом пишутся статьи сразу из коробки. И это довольно неплохая тема диплома, как мне кажется. в силу того, что я за пару часов эту задачу не решил, наверное, в ней есть некоторая научная ценность. Поэтому для тех из вас, кто еще не знает, чем заниматься, вот это прям тема диплома. Если я не сломаю эту задачу за ближайшие полгода, я ее скорее всего буду давать в качестве тем на макалаврский и даже макалаврский. Вот. Закончилась плавная пауза. Возвращаемся к эволюции. Кооперативной эволюции. Как можно, в общем-то, было из описания понять, применяется она в случаях, когда у нас есть какая-то декомпозиция решения. Вот. Может по методу какому-то разделя и властвовать даже можно делать, натурально декомпозиция нет и распиливать как-то можно. Вот. Соответственно, когда у нас и задача, и решение как-то пилиться на части, но при этом приспособленность средних частей не считается никак, вот, то имеет смысл запускать кооперативную эволюцию. Вот. При этом типы у решений могут быть очень-очень разные. Вот. Если вы оптимизируете какие-то независимые вещи какого-то большого сложного объекта, почему-то физически аналогик входит в голову, да, там автомобиль, мотор, колеса, там и так далее. Вот. Можно запускать на разных частях разные оптимизаторы, а приспособленность собирать, для вычисления приспособленности все собрали в едином, набрали, надергали и посчитали. Вот. На самом деле то, что у нас в слайде тут не написано, да, то есть вот то, что я сейчас буду писать на слайдах, это стратегия учисления приспособленности, когда у нас как бы мы считаем, что посчитать всю конструкцию вредина, это единственный возможный вариант учисления приспособленности и ничего не становится дешевле, если мы, например, что-нибудь подменим, какой-нибудь тип особи, на какую-нибудь особь, на какую-нибудь другую того же типа, все остальные оставим. На самом деле в ситуациях подобных тому, что вот с автомобилем, да, можно для того, чтобы посчитать приспособленность каких-нибудь тех же шин, да, условно говоря, можно весь остальной автомобиль собрать и предпочитать, на что у него там происходит, а шины потом быстренько посчитать приспособленность путем какой-то, ну, быстрый замен. я не знаю как бы насколько понятно то, что я говорю, но, наверное, всякий раз, если вы задумываетесь о том, что приспособленность можно пересчитать быстрее, если что-нибудь заменить, то, как бы, у кооперативной эволюции моментально становится сильно-сильно больше времени. тем не менее, время от времени придется все равно вычислять большие какие-то комплексы из решений, и как это делать, там тоже есть некоторые подводные карты. Ну, из тривиальных последовательная стратегия, мы выбираем каждую особь, затем раз для каждой для этой особи выбираем из каждой популяции, которая не из этого типа каких-то случайных коллабораторов собираем решения и вывесляем приспособленности. Ну, и, соответственно, как-то агрегируем полученные результаты. Но лексика здесь, к сожалению, не катит просто так, потому что вот эти случайные коллабораторы, они будут у каждых особей разные. Ну, в принципе, кстати, можно и как-то объединять это дело, но кажется, что это делка пуха, по-худшему. Очень похоже, да, такая непоследовательная квази-параллельная стратегия. Мы про каждый особь запоминаем всякий раз, когда мы с ней что-то составляем, какая у нее была приспособленность, и про каждый особь, пока вот она как раз не посчиталась с учетом предыдущих вычислений, мы ей тоже выбираем из специальных коллабораторов, собираем решения, вычисляем. Можно даже эту схему понятно немножко обобщить и делать какие-то расписания расчетов, чтобы каждая особь посчиталась не менее, чем раз, но при этом общее число запросов к переневой принциписпособленности было бы минимальным. Это какой-то шедовинг-шедовинг, может даже и не очень сложный, наверное, как-то решается. Но у этого дела есть некоторый минус по сравнению с последовательной тупейшей схемой. У нас приспособленности особей разных типов начнут коррелировать. В том смысле, что они не будут совершенно независимы друг от друга, и это может повлиять на валидность каких-то впоследствии схем отбор. Опять же, с этим могут быть всякие разные проблемы. А финальная проблема это как раз по считанной приспособленности перенести на собственную особь. Здесь есть парочка юристик. Первое, значит, первое, что в голове приходит усреднить. Оказывается, что в этом случае средние результаты, то есть средняя приспособленность получающихся решений целевой задачи оптимизации, они в среднем будут лучше по больнице, если смотреть просто вычисляемые значения. То есть средняя за итерацию приспособленность, включая как лучших, так и худших, она будет лучше. Но максимальные будут не очень выдающиеся. Потому что мы тут включаем по сути отбор на коллаборативность с кем попало, а не на коллаборативность с лучшими представителями. Можно максимум по полученным решениям ставить качественные приспособности. В этом случае наш отбор будет поощрять способность коллаборироваться с большой эффективностью с разными другими особями, причем не столько с разными другими, сколько с лучшими. Будет все равно, как оно отработало в тех комбинациях, которые неинтересны. В первом случае можно так абстрактно. Движок от Порша и трансмиссия от Запорожца ни та, ни другая не получит хорошего значения, если измерять максимум. Если усреднением заниматься, то непонятно, что движок от Порша в усреднении будет попадать время от запорожца и прочее не очень эффективные поделия. И поэтому он, среди того, что он тяжелый, мощный, умеет рвать трансмиссию и так далее, он не попадет в итоге в перечень того, что будет составлено финальное решение, даже если мы максимизируем именно все те критерии, которые соответствуют соответствующему установлению. С максимумом будет лучше. Но для того, чтобы максимум собирал вменяемую статистику, потому что мы в данном случае будем охотиться за хвостами распределения. Хвосты распределения это всегда больно, и поэтому, чтобы получить меняемые результаты, то есть максимум по решению приводит действительно к тому, что максимальная получаемая приспособленность в конце итоговой задачи, она достаточно хороша, но для того, чтобы она начинала вменяемо работать, значение этого k надо выбирать достаточно большие. Поэтому, если у нас не очень большие вычислительные бюджеты, то между этими двумя вещами надо как-то балансировать. можно начинать усреднение, а потом поднимать вычислительный бюджет, уже как-то выборочно, может, понижая размер популяции. Опять же, здесь с теорией все не очень хорошо. Если вдруг кто-то осмелится, уже, видимо, скорее в сторону магистерской, или как бы калаврской, с каким-то быстрым получаемым, защищаемым результатом, но с планами работаем в сторону магистерской. Если кто-то захочет изучать такие вещи, это даже экспериментально изучать, ну и теория тоже. Вот. В общем, можно обращаться ко мне, но, наверное, стоит иметь в виду, что я в жизни как бы было, что я применял несколько раз соревновательную эволюцию на двух популяциях, а все остальное мне немножко неведом. Вот. Поэтому будем более-менее в одинаковом положении, с учетом того, что я немножко, может быть, лучше понимаю, как правильно устраивать эксперименты, как правильно ставить и решать теоретические задачи. Но вот что именно там делать, это мы будем уже придумывать совместно. Ну и финальная часть этой лекции поддержания разнообразия. Бывает такое, что сама постановка задачи мультимодальна. Я, кажется, про это уже упоминал в каких-то предыдущих лекциях, что иногда перед нами стоит задача не найти какой-то один глобальный оптимум, а найти несколько достаточно разных, может быть, локальных оптимум, потому что мы, в общем-то, не уверены в функции приспособленности свои, например, и мы более-менее понимаем, что мы хотим по ней локальный оптимум, а вот ранжирование этих локальных оптимумов еще не устаканилось, может, не сразу друг с другом, или мы какую-то часть наших хотелых функций приспособленности вынесли, а какую-то нет, поэтому нам хочется понять, сколько разных решений, из которых мы могли бы выбирать, чтобы они были достаточно разные, чтобы не выбирать из синего и синего. Или на худой конец, ну, там всякие разные варианты бывают, но в целом мы хотим какую-то проводить оптимизацию таким образом, чтобы поднять разнообразие популяции, иногда это и просто для обычной оптимизации пригождается, то есть мы какой-то локальный оптимум нашли, мы в принципе можем с ним жить, но мы не до конца довольны, и давайте мы потратим в 20 раз больше его числительный бюджет, но с пользой, таким образом, чтобы поисследовать простянство поиска немножко погружено. И одно из решений целенаправленно понижать приспособленность тех особей, которые друг на друга слишком похожи. опять же очередной коннекшн с семантическим и генетическим программированием слишком похожи, бывают разные. По приспособленности, например, они тоже могут быть похожи. Это можно сказать, что самый наивный подход, наиболее легко реализуемый подход, вот, и, наверное, дискретная оптимизация это даже и не очень плохой подход, потому что тождественная одинаковая приспособленность у какой-нибудь задачи построения расписаний, она может действительно обозначать, что решения сами по себе очень похожи, так как тут думать не надо, то вот можно взять и запускать такой предикат похожести. какая-то функция, которая определяет схожесть особи. Также можно определять схожесть по генотипам, но, собственно, это вторая величина по простоте, это не так наивно, как схожесть по приспособленности, вот, потому что две радикально разные вещи, которые имеют одну и ту же приспособленность, они в этом случае будут таки друг от друга отличаться, да, и они не будут друг на друга давить. Вот, но это тоже не идеальный вариант, потому что если у нас есть хотя бы какая-то нейтральность в генах, таким образом, что наша приспособленность чего-нибудь не зависит, вот, то мы можем накапливать популяции копию особей, которые вот по этим генам различаются, но по сути они не различаются ничем, да, ну, как если бы мы в программе выращивали, как бы, если бы мы строили программы, которые различаются тем объемом кода размером с половину самой программы, которая написана в блоке типа false, вот, это не очень интересно, поэтому, конечно, то, что мы хотим, это бить тех, кто слишком похож по фенотипам, то же самое, что по поведению, если у нас есть какой-то вариант это сделать, то надо делать так. Соответственно, примеры, наиболее часто используемые в имеющейся литературе, вот первый, наиболее древний, наиболее частый, это фитнес-шеринг, так называемый, у этой штуки есть вот параметр как бы функции расстояния, которая собственно как-то выбирается исходя из соображений с предыдущего слайда и некоторые минимально допустимые расстояния сиг. Вот, и у нас есть такая функция, которая про каждую особь, рассказывает окей, она про каждую пару особей рассказывает насколько надо что подбежать. Так, и я каждый раз на этом слайде забываю исправить какую-то ошибку, которая не совсем ошибка, но не очень приятна. Тут на ноль деление постоянно может быть. Вот, смысл в том, что пересчет на наш исходная приспособленность она тоже возводится в какую-то степень, в какой-то параметр бета и нормируется на сумму вот этих значений sharing functions, которые чем эта функция, соответственно, чем меньше расстояние, тем больше она похожа на единицу. Вот, чем, соответственно, на большее число особей похожа наша функция, чем на большее число других особей нашего сеть похожа, тем на большее число в знаменателе мы делим вот эту нашу степень бета. Из-за того, что тут значения могут не очень сильно коррелировать, тут от бета действительно есть какой-то смысл. вот, ну и да, не очень хорошо получается, если все особи находятся на предельном расстоянии друг от друга, тут получается в итоге ноль в знаменателе. Вот, ну и видимо, в этом случае надо или какой-нибудь плюс один писатель, или лексикографию какую-то включать, то есть сначала мы сравниваем, мы считаем, что все, у которых ноль в знаменателе лучше, чем все, у которых не ноль, те, у которых в знаменателе ноль, сравниваем просто по приспособленности, вот, ну или как обычно как бы максимум по непрерывности просто продолжить нельзя будет знаменательно, ну в смысле если знаменательно ноль, сло. Ох, сейчас, по непрерывности. Сейчас, или я не посмотрел в каком пространстве это просто если по и. Кажется, там, ну то есть тут оно немножко дискретное, да, то есть оно обрывается по, окей, я понял, окей, типа смысл в том, что, а давайте мы поставим огромную-огромную сигму и будем так жить. Наверное, так можно, да, в том случае тогда нуле просто не будет возникать, вот, и может при соответствующем выборе альфа и бета как-то будет это все существовать. можно там еще функцию не просто сумму сделать какую-нибудь там с асимптотой нуле но невзвешенную функцию активации положить сверху. То есть чтобы она не большая, чем единица, например, чтобы не делить на слишком малое число. Да, вот все такие вещи, я думаю, что они в литературе тоже встречаются. Вот, опять же, я как-то это не использовал, вот, и поэтому не могу привести к примеру собственной практики относительно того, как я с этим работал. Да, у меня первая в голову приходит лексикография, конечно. Вот, у лексикографии есть какой-то определенный смысл, конечно, да, типа, если у нас есть особи, которые ни на что не похожи, такие, давайте мы их все-таки возьмем. Вот, более того, да, если просто ноль знаменать, это будет бесконечность, и любой селектор будет эту бесконечность забирать себе, да, просто у нас снимется двор, если мы все-таки растряхаемся по нишам окончательно. Вот, и в этом случае не хочется постоянно на ноль делить, вот, и в этом случае какая-то минимальная лексикография, ну, или что примерно то же самое, да, давайте настроим параметр таким образом, что L, или D, или Sigma, это можно на самом деле на каждой итерации тоже так настраивать, что какой-нибудь особи обязательно найдется, ну, то есть, я не знаю, вот, можно эту Sigma просто выставлять в максимум из расстояния от особи до какого-нибудь ближайшего соседа, то есть, минимум надо брать, минимум надо брать из таких вещей, вот, в этом случае у нас такой адаптивный фитнес-шеринг будет, кажется, этот вариант-то точно у кого-то был, ну, то есть, в этом случае у нас максимум одна особь будет в бесконечности ветлой терпимый. Вот, ну да, мы как бы характерные расстояния между особи тем самым будем как-то использовать. Да, вот это, наверное, такой более эволюционный что-то подход, но все остальное как бы какие-то сегмоиды тоже имеют право на существование разумеется. Вот, также можно не трогать приспособленность, но запатчить оператор отбор. Соответственно, есть некоторые, несколько стандартных относительно вариантов, то есть, есть отдельная куча вариантов во многокритериальной оптимизации, до которой мы еще доберемся. Вот, есть варианты в духе того, что представлено на слайде, да, то есть, вот есть такой restricted tournament selection, смысл которого следующий. Мы собираем новую популяцию по одной особи, ну, первую особь просто добавляем, вот, а для каждой последующей особи турнирным отбором мы ищем похожую особь. А, нет, чуть-чуть, чуть-чуть, я был не прав, это все-таки селектор, который работает путем впихивания свежепосчитанных особей в уже имеющуюся популяцию, то есть, такой steady state немножко алгоритм. Вот, мы для каждой добавляем особи, ищем похожий особь турнирным отбором, просто выбираем сколько-то от рандома, и по вот этой схожести выбираем турнирным отбором ту, которая больше всего похожа, которая расстояние вот тут, например, меньше всего. если найденная похожая особь хуже, то текущая особь ее заменяет, если нет, то текущая особь туда не попадает. Вот. Ну, соответственно, в этом случае мы можем делать всякие разные вещи, да, то есть, у нас могут разные семейки мегрировать друг к другу и кого-то вытеснять, а вот совсем такой железобетонный вариант, который в дифференциальной эволюции более-менее с коробки встречается. Так называемый deterministic crowding, это когда потомок, если он кроссовером мутации получился, у него есть какие-то родители, и из этих родителей он выбирает наиболее похожего на себя и заменяет его, если он в лучшем способности. Вот. Но, опять же, да, вот в этих во всех случаях фитнес-шеринге способность надо пересчитывать каждый раз с нуля, в краудинге это вроде этого дела не надо, но, тем не менее, вероятность того, что особь куда-то придет, она будет гораздо сильнее зависеть от того, насколько похожи друг на друг особи, и, соответственно, на свойства всей популяции в целом, чем при обычном отгоре. Вот. С этой презентацией я более-менее все. Я даже не думал, что я буду столько времени рассказывать. Сейчас 20. Вот. Давайте сделаем паузу в 10 минут до 17.30 и перейдем к второй части. Если есть вопрос, то я задаваю. Прописимо. Да, каждый лично просит логин-пароль. Ну, подавляющее большинство людей, которые это делают, делали по посте либо в тексте грань. Оба варианта динамер не ходят. Вот. Продолжу со второй презентацией, которую я заготовил на сегодня. Она посвящена эволюционным алгоритмам, строящим вероятностные модели. Вот. Я, конечно, не ожидал, что я с предыдущей презентацией так надолго зависну. Да, тут в этой слайдов немножко побольше, но все-таки я надеюсь, что я не запредельно задержу ваше внимание. Вот. Соответственно, если посмотреть на эволюционные алгоритмы, ну, как очередной раз сверху, да, расставив акценты немножко другим образом, да, то есть мы начинаем с какой-то популяции, мы на ее основе как-то отбираем особи для размножения, занимаемся скрещиванием мутаций, вычисляем способностью, но потом на основе того, что получилось и исходной популяции, с помощью некоторого оператора получаем новую популяцию. На это все можно посмотреть следующим образом, что этот отбор для размножения и скрещивания мутаций это такая очень сложно устроенная с какими-то там метафорами, это выбор к особи из какого-то распределения, какого-то вероятностного распределения, когда каждой особи у нас назначена какая-то вероятность ее появления на свет, в случае вещественно-значных алгоритмов там про окрестности речь идет. Вместо самой популяции тоже может, как бы сама популяция тоже является некоторым распределением, которое, собственно, не задает то, какие особи появляются, а всякие операторы отбора скрещивания мутаций. Это на самом деле более точно даже сказать, операторы задают семистые распределения, а текущая популяция, она параметризует это распределение. В этом случае оператор, который по старой популяции и новым особям строит новую, можно интерпретировать как некоторое обновление распределения, и вот таким образом мы немножко почистили всю эту идею от метафор и получили несколько более простую схему, которой на самом деле пользуются алгоритмы, которые называются алгоритмы оценки распределений. По-русски есть какая-то литература по этому поводу, но, конечно, как обычно, больше литература по-английски и по-английски называется Estimation of Distribution алгоритм или EDA. Соответственно, сначала я расскажу немножко про, собственно, идеи, как они есть, какие-то общие идеи, какие-то примеры того, как они работают. К ним прицепилась в виде бонусных слайдов довольно близкая вещь, называется Боесовская оптимизация. И немножко отдельно будут рассмотрены муравьи на алгоритмах, которые тоже из золотого хонда зоопарка эволюционных алгоритмов, которые были предложены независимо, но по факту они являются тоже такими алгоритмами, и у них есть ряд общих свойств. Общая схема алгоритма семейства идей, она устроена вот примерно таким образом. у нас есть какая-то модель, на основе которой мы генерируем наш новый осень. Эта модель в курсе о том, какую задачу мы решаем. То есть, если наше представление какое-нибудь нетривиальное, типа графа, там в этой модели этот граф в каком-то виде более-менее явном присутствует. Начинаем мы с некоторого распределения по умолчанию. Которая карта устроена, где можно однородное распределение использовать, там наверное можно использовать однородное распределение, где вещественно значны, их роль вполне нормальная распределение. Также у нас есть на каждой операции некоторая выборка, которую мы должны генерировать. И вот у нас есть параметр лямбда, размер выборки. И на каждой операции получается следующее. Мы лямбда этих раз синтезируем из одного и того же распределения, которое нам на вход пришло mtt. Мы синтезируем там особь путем прямого сэмплинга из этого распределения, вычисляем приспособности и запоминаем. Вот получается у нас вектор из решений и вектор из приспособленностей. А после этого мы строим новую модель на основе предыдущей модели и собственно особей с их приспособленностей. Это довольно общая схема, то есть под нее при некотором желании можно впихнуть более-менее все, что мы до этого знали. То есть всякий алгоритм с популяциями там вот эта модель она просто однозначно задается этой популяцией, да, а форматизуется, если будет точным, а выборка это вот применение операторов селекции, стрещивания, мутации и так далее. Вот. Ну, модель может какие-то корреляции еще дополнительно в себе хранить таким образом, чтобы эти выборки были как-то скоррелированы друг с другом и так далее. То есть что может меняться в зависимости от задачи, да? Ну, устройство модели это вот самое тяжелое, что, наверное, есть, особенно если пытаться смотреть на задачи такого более общего вида. Размер выборки можно менять, ну, и вот так даже адаптировать как-то можно, иногда от него что-то сильно зависит. Ну, и правила обновления, конечно, можно менять. Вот. И сейчас мы посмотрим на несколько простых алгоритмов. Так, а вот правила обновления, это было как раз про то, как новую модель строить? Да, именно так. А вот, собственно, это самая как бы идеяная часть этого алгоритма делала? Ну, it depends, но вообще чаще всего да. То есть, самое интересное это как именно обновляется. Вот, то есть, вот те несколько алгоритмов, которые мы из этого семейства рассмотрим прямо напрямую, они будут отличаться содержательным образом именно в этом пункте. Окей, спасибо. Вот. принято пилить эти алгоритмы на одномерные, более корректный термин по-английски univariate и, собственно, многомерные. Что такое одномерные? Это когда мы, наша модель, это по большому счету список вероятностных распределений для каждого гена в нашей особи, какие аллели с какой вероятностью должны существовать. в самом тупом случае, когда у нас битовые строки, эта модель это список вероятностей на этой позиции выбрать битовое значение равное единице. В вещественно значенных векторах там какие-нибудь гауссовки лежат, то есть центр и среднее и среднеподратичное отклонение. Вот. И при этом сэмплинг идет так, что каждый ген из своего распределения выбирается независимо. Вот. Ну, очевидно, что такие алгоритмы довольно просты для реализации. Про них также довольно несложно, ну, относительно, конечно, несложно что-то доказывать, ну, или просто рассуждать, что бывает, что не бывает. Вот. Процедура обновления распределений не очень сложная. Опять же, конечно, это зависит от того, что вы в итоге нареализовали, но, как правило, оно все хотя бы более-менее линейно от числа генов. Ну, а недостаток следует в каком-то смысле из этих же идей, что в силу того, что в модели просто не написано ничего, что могло бы как-то описывать взаимные зависимости между генами, мы не можем, например, описать в таком виде какую-то штуку, что давайте мы на позиции 5 и 28 будем одновременно либо 2-0 это сэмплить, либо 2 единички, или там 0-1-1-0, но не какое-то одно из этих крайних значений. То есть нас типа интересует, мы как-то поняли, что там должны быть совпадающие биты, какие именно мы еще не знаем, но они должны быть совпадающие. Такие вещи мы не умеем описывать по одномерных идеях, и, соответственно, если это нужно для эффективного решения нашей задачи, то они будут менее эффективны. А так как таких задач, в которых чему-то такому обучиться довольно полезно довольно много, несепарабельная задача, собственно, про это, что наша приспособленность не зависит от каждого гена по отдельности в изоляции. Она зависит от чего-то, от каких-то комбинаций генов. То, в общем-то, такие идеи, они скорее теоретические инструменты, чем практические, но что-то они тоже решают более-менее хорошо, потому что не так хорошо это не обозначает, что они работают из рук вон плохо. Все может быть. В ряде случаев они в силу какой-то такой большей регулярности поиска, пространства поиска могут работать значительно надежнее, генетические алгоритмы. Вот несколько примеров. Univary Marginal Distribution алгоритмы. Наверное, самое простое, что можно в этом фреймворке себе представить. Он на что-то так подозрительно похож. Идея следующая. Вот у нас распределение, но оно вектор вероятности. Мы генерируем выбор кузелям до особей, выбираем не улучших. Это то место, где действует отбор по функции приспособленности. И наше следующее распределение задается вот таким вот вектором. Где мы просто на этой позиции смотрим среднее значение из вот этих не улучших особей на этой же самой позиции. То есть, если наши не улучших особей на пятой позиции собрали все единички, то впоследствии там будут сплошные единички. вот если там... Еще раз, что за единички на позиции? Это вот равенство чего там просто в третьем пункте? Это равенство как бы параметров распределения, параметров модели? Сейчас, да, я, наверное, написал что-то как-то криво написал, я согласен. Имеется в виду, что вот это фоитое, это на самом деле это что-то типа x. А, сейчас скажу, что это по... А, типа под p итое, видимо, понимается, то есть техническая запись корректная, p итое, это вот битовая строка, которая особь итое по счету из лучших. Вот, она интерпретируется как нолики и единички, вектор из нуля и единичек. Их можно складывать, их можно усреднять. И получится такой вектор из уже вещественных величин, в котором мы как бы забыли всю нашу предысторию совершенно, да, и следующая популяция будет определяться тем, ну, типа, итое бит в следующей популяции будет определяться тем, сколько ноликов и сколько единичек было сведено в лучших особей в этом бите вот в текущем поколении. Ну, то есть в этом равенстве написано, что, например, на нулевой позиции в т плюс первой особи будет стоять среднее репетическое нулик и единичек, стоящих на нулевой позиции в тех, ну, насимплированных полуфосных особей. Да, только стоя разница, что это будет не особь, а распределение, то есть там будут вещественные числа, и это вектор вещественные чисел. А, параметр распределения, типа, да. Да, это параметр. А это только для задачи вот с битовыми строчками применимо, или тут, в принципе, как бы можно просто любое параметрическое распределение поставить? то есть, как бы... Очевидно, что, как бы, да, что, ну, в смысле, инструкцию для примерно любого распределения себе представить? Вот, когда у нас... Окей, то есть, есть некоторая действительно разница в том, что структурка с булями, она мыслится достаточно неплохо. Вот, структурка не с булями мыслится примерно следующим образом обычно. Если у нас на этой позиции бывает Т-вариантов, какой-то вариант первый, второй, третий, тетый, да, то у нас получается, что мы на... Соответственно, ну, как бы, мы смотрим, с какой частотой каждый из этих аллелей появился на этой позиции и приписываем вот среди вот этих не лучших особей и приписываем соответствующую вероятность. Так, чуть понятнее стало. Не совсем, может, понял, а что это за параметры распределения, которые у нас получатся вещественные? То есть, вот как устроено M, условно говоря, для битовых строк? M для битовых строк это тупо, ну, как бы, если битовые строки у нас длиной M, то M это вектор из N вещественных чисел, как каждое число определяет, с какой вероятностью мы в следующий раз на этой позиции будем единичку сэмплить. А, я понял. Ну, то есть, это вероятность возникновения единичек. Да, да, вот. Понятно, что это на самом деле два числа, вероятность возникновения нуля и вероятность возникновения единички, просто они тут выражаются одно через другое, хорошо. Вот. Когда у нас дискретное пространство немножко не совсем булевое, не такое жесткое, да, у нас там получается сколько на и тамалеле вариантов есть, столько, соответственно, чиселок там и задается. Ну, соответственно, если мы жадны, то без адмори. Разницы никакой. Понятно, чуть-чуть. Да, спасибо. Вот. Да. Значит, это очень простой вариант, потому что там предыдущая модель выбрасывается абсолютно целиком и нетрудно догадаться, что если специально не принуждать этот алгоритм к тому, чтобы назначать ненуливые вероятности тем аллелям, которым не повезло, он очень быстро застагнирует. Частично это компенсируется тем, что мю можно поставить большим. В этом случае вероятность того, что за какое-нибудь полиномиальное время работы мы сдуем все интересные нам битики до нулевой вероятности, она будет поменьше. Но вообще говоря, большие мю это тоже вольно, поэтому чаще всего в битовых строчках вероятность сети обрезаются по интервалу от 1-1-1-1-1-1-1. Если он у нас длинно-битого строки. Таким образом, чтобы мы все-таки не потеряли некоторую вероятность посемплить непопулярную аллель в каждой диспозиции. Таким образом, если вот так это врезали, алгоритм у нас моментально стал глобальным все по тем же соображениям. у него вероятность заклинить совершенно намеркло становится равной нулю, но понятно, что совсем большой она не становится. Но в других распределениях там вероятность от этих, по которым все это обрезается, выбираются как-то более-менее аналогично. Кажется, что вот это пороговое значение имеет смысл достаточно мудро выбирать типа 1 действительно сколько там аллелей минус 1. Понятно, что это такой простой алгоритм. Он настолько простой, что его все-таки доанализировали до упора на OneMax с верхними и нижними оценками, но там все равно настолько интересно, что мне кажется про это будет отдельная лекция в конце курса. Чуть менее тривиальный алгоритм предложен был в немножко другом комьюнити, поэтому называется он аббревиатурой не пересекающейся ни по одной букве population-based incremental learning. Идея в целом такая же, но мы с весом гамма получаем все то же усреднение наших лучших особей, а с весом 1 минус гамма оставляем старой модель. Таким образом, у нас все равно получается вероятностный вектор, но теперь мы можем не забывать ведущего под совсем по нулям и можем это дело варьировать, даже более-менее адаптивно. То есть, чем больше у нас гамма, тем быстрее наша модель обновляется, чем она меньше, тем она, соответственно, менее быстро обновляется. Вот так, например, если гамма это что-то типа тета от 1 делить на т для некоторой увеличения т, то после тета от т итераций вот эти вот знания, которые были получены, делятся на константу, но если ровно 1 тета и ровно тета от 1 ет, получается, ну, как бы вес старой модели 1 ет и остался всего того, что было до этого. И, исходя из каких-то таких осимпроцентрических соображений, эту гамму и наблюдений и попыток понимания того, на самом деле задача наша решается, насколько все это тяжело или не тяжело решать, то есть, какая ценность на самом деле старой информации. Это все можно варьировать. То есть, такой алгоритм более терпим каким-то локальным выплеском. Тут, наверное, можно даже не особо париться с ограничением вероятности, хотя это тоже более-менее разумное соображение. Вот, но вот, да, алгоритм, который идеологически очень похож на предыдущий и, собственно, предыдущий является частным случаем при гамме равном единице, но, тем не менее, он был предложен другими людьми и назван по-другому. Еще одно название, третье уже компакт дженетик-алгоритм или C-J и C-маленький. Идея чем-то тоже похожа, но устроена немножко иначе. Мы генерируем две особи на каждой итерации из нашего распределения, пусть вот из них по фитнесу U это хорошее, а V похуже. Вот, в этом случае наше следующее распределение, это наше предыдущее распределение, плюс гамма, такой же скорость облучения умножен на разность этих особей. То есть, если мы сравнили эти особи и увидели, что в хорошей особи 15-й должен быть нулевой, он получился нулевой, а в худшей плохой особи он единичка, значит, мы сдвигаем вероятности на соответствующем 15-м бите на гамму в сторону ноли. Ну и наоборот. Вот, эти вероятности могут очень быстро выпасть из-за интервал ряда единицы, поэтому тут абсолютно необходимо поправлять, потому что такая дикий уже не совсем вероятность, это что-то странное, эмпирическое, поэтому здесь вероятности надо поправлять. Опять же, по-видимому, желательно загонять их все-таки в интервал, потому что иначе мы за 1,9 на гамму итераций вероятность можем загнать в угол, а потом, когда вдруг этот бит поменяет свое желаемое направление, свое желаемое значение, мы не сможем с этим ничего сделать. Часто используется значение одноемное в качестве этой гаммы, то есть у нас вероятность сдвигается над муэнтой перепосов по гитам. И в силу того, что этот алгоритм на самом деле предлагался в качестве такой иллюстративной модели настоящих литических алгоритмов, то вот значение 1 делить на гамма, которое обозначается как-то отдельно к, это в кавычках размер популяции. То есть всякий раз, когда вы читаете литературу про комполог генетик алгоритм, там несколько статей, довольно интересное количество статей в последнее время по этому поводу появилось, я в первую очередь на теоретический смотрю, вот, какая-то эпидемия тоже есть, естественно. Обычно надо внимательно следить за тем, что считается размером популяции, потому что размер популяции в том смысле, в котором он используется всех остальных алгоритмов, это два. Ну, понятно, что туда можно поднять, найти минимум максимум, тоже по минимуму максимуму здесь что-то делать, можно ранги расставить и устроить здесь что-то взвешенное по рангам, это все, естественно, не возбраняется. Вот, просто когда этот алгоритм придумали, он был такой моделью генетического алгоритма в случае, когда у нас лишь время от времени появляются какие-то перекосы, которые приводят к тому, что приспособность как-то меняется. Вот, и поэтому вот этот такой размер популяции, который, если увеличивать, то скорость сходимости всей популяции к чему-то, к какому-то крайнему значению, она уменьшается. Поэтому этот размер популяции, виртуальный такой популяции, которые практически у вас нигде не всплывают. Вот. Вот это, наверное, три наиболее часто встречавшихся за последнее время вариации на тему одномерных идеек. Вот. Их, конечно, есть еще немножко больше, и вариантов всяких есть больше, но на практике, конечно, более интересно многомерное. у них, в свою очередь, подразделяют B-вэй-рейт и Malti-вэй-рейт, потому что, как мы увидим через еще несколько лекций, можно чуть-чуть постараться и все в любую задачу оптимизации любую представить как квадратичную. Вот. А если квадратичную, то там нам как-то не очень будет уже интересно хранить запись о том, как коррелирует более чем глиб переменок, потому что, собственно, наша оптимизируемая функция в этом случае будет квадратичная. и, соответственно, нам надо хранить только корреляции по парке. Вот. Все эти алгоритмы используют более сложные модели, в которых можно записывать всякие, больше всякой разной информации, в которой в первую очередь пишется какая-то корреляция. Вот, например, самый простой из тех алгоритмов, который можно себе представить в голове без каких-либо схем. Вот он называется B-ник, mutual information maximizing the cluster. Вот. Смысл у него примерно такой, что его модель в случае с B-никами, например, для себя особенно явно можно представить, она хранит просто условное распределение и плюс первого по счету гена при условии, что и по счету ген такой-то. Вот, то есть у него будет, по сути, вот в случае с B-никами, да, у него будет не ген вещественных чисел, а 2N вещественных чисел. Значит, 2i-то число будет хранить, например, вероятность по сэмплить единичку, если предыдущий ген по счету был, оказался ноликом, чем по сэмплиным ноликом, а 2i-плюс первое вероятность по сэмплить единичку, если предыдущий ген был единичкой. В этом случае мы можем выучить соседние гены насколько хорошо их синхронно или рассинхронно наоборот генерируют. То есть более-менее понятно, как обновлять такие вещи. То есть мы про каждый, опять же, сканируем особь порядки обхода перестановки над генами и обновляем те из чисел, которые соответствуют ситуации, возникшей в данной особи. То есть если на пятой позиции была единичка, то мы в зависимости от того, единичка или нолик на шестой позиции, опять же, я предполагаю здесь единичную тождественную перестановку, если на пятой позиции была единичка, значит, мы 2 на 6 плюс 1 значение будем обновлять нашим шестым геном, а если там был нолик, значит, 2 на 6 плюс нолик. Сэмплить тоже понятно, как просто сэмплим в данном порядке и в зависимости от того, что мы посэмплили в предыдущий раз, мы выбираем то или иное число для того, чтобы сделать следующий бит. B-variant marginal distribution алгоритм, вот был UMD, этот BMD, он использует что-то похожее, но вместо цепочки переменных используется дерево, то есть для каждой переменной хранится та перемена, от которой эта перемена поставлена в зависимости. Есть какая-то корневая, дерево какое-то есть, это циклическое, естественно, было бы оно циклическое, было бы не очень понятно как. Вот. И я, честно говоря, не помню вот это дерево они обновляют по ходу работы, или оно у них какое-то константное, случайно сгенерированное, или еще что-нибудь промежуточное в этом роде. Вот. Но можно себе представить, если вы задачу знаете хорошо, то там это дерево рисуется прямо руками, если вы задачу знаете не очень хорошо, то, наверное, этот вот перестановочный вариант можно обновлять прям по ходу. Процедуры, например, похожие на более классический генетический агрик. Вот. Дальше понятно, что хочется уметь обновлять не только вот парочки каких-то переменных, но и какие-то группки. И сразу много разных вариантов, независимо предложенных, с независимо разными идеями, поддерживают кластеры генов, которые могут быть иерархическими, и значения в этих кластерах устанавливаются каким-то своим образом, например, у кластера есть какой-то доминирующий бит, и отклоняться от этого доминирующего бита можно только с не очень большой вероятностью. Ну, или как бы можно разные другие варианты рассуждать, то есть значение, которое прописывается в особи в итоге на этом бите, это может быть ксор, например, всего того, что в этом кластере записано как в соответствующем бите, так и на дни вообще, да, то есть мы можем одной такой мутацией поменять сразу кучу генов одновременно, вот, ну и соответственно, так как тут на самом деле идеи, а не классические алгоритмы, да, то тут обучаются вероятности принадлежности к кластерам и все очень сложно, то есть я вот ни в одном из этих алгоритмов на самом деле сам не разобрался. так, вот как раз в мимике в самом первом там условное распределение это вот плюс один это про эпохи или это про измерения? это не в эпохе это в рамках одной особи то есть у нас ну то есть еще раз что это такое это вот у нас в случае обычных битовых векторов мне все еще проще говорить про битовые векторы здесь но все время можно иметь ввиду что одно число в битовом векторе может быть расписано в два числа сумма 4 единицы и дальше обобщаться до матричек в данном случае размер там n на n где t на t хорошо где-то это число аллели здесь происходит следующее вот у нас есть моделька в которой написано с какой вероятностью сэмблить итый ген если i-1 ген был ноликом и с какой вероятностью сэмблить итый лит равен единице если i-1 был единицей то есть мы постоянно ставим в зависимость наш итый бит от предыдущего игнорируя остальное все и это опять же в рамках одной особи да это происходит в рамках одной особи то есть 2n чисел задают это распределение однозначно все условные вероятности заданы однозначно когда мы генерируем очередную особь да из этих вот лямбда особей мы ну окей 2n минус 1 и первый ген не отчего не зависит мы генерируем первый ген он либо 0 либо 1 в зависимости от него мы выбираем вероятность генерировать единичку во втором гене ну собственно выбирая из двух чисел в зависимости от того что мы погенерировали во втором гене мы выбираем вероятность до третьего гена и пользуемся ей и так далее вот мы так вот за линию построили наш особь ну и сделали лямбу для этих особей выбрали лучших ну каким-то образом каким вот написано в этом алгоритме там может быть что-то такое странно но в целом понятно что можно использовать почти все что угодно то есть там получается что чиселки обратно одна обновляем получается что чтобы сгенерировать особь которую ну вот оптимизационный алгоритм нашел нужно какой-то рекуррентный алгоритм да уже применять ну раз там именно условное распределение то мы должны с чего-то начать да да не независимо там есть какой-то корешок вечно да с которого начинается работа вот и мы дальше протягиваем хорошо так получается что между эпохами как бы зависимости нет в плане там вот внутри есть какая-то сложная логика с тем чтобы хранить условные распределения а между эпохами мы просто вот как в базовых алгоритмах просто там передаем n лучших особей и дальше над ними что-то такое повторяем не ну можем часть информации хранить просто ну то есть все вот эти вот все эти три идеи да которые вот здесь были изложены да они без особых изменений приносятся и вот фреймворк тоже то есть можно выкидывать старую модель можно ее дискаунтить и набрасывать новых весов можно сдвигать точно так же не получится ли ну в смысле вот конкретно в случае с условными распределениями чтобы посчитать в итоговой эпохе вернее чтобы в последней эпохе сгенерировать представителя не нужно для этого пересчитать все предыдущие ну вот когда уже Магарит отработал в плане в этом плане в этом плане нет конечно то есть условно вероятность да условно вероятность то есть вот то от чего зависим мы сейчас да при генерации оно действительно ограничивается нашей эпохи то есть от предыдущих поколений это все зависимость конечно не ставить ну то есть там как бы просочиться может корреляция да то есть корреляция между этими ну то есть эти условные распределения могут достаточно плавно меняться от эпохи к эпохе но для того чтобы сгенерировать особь на 255 эпохе нам не надо ни 254 эпоху поддерживать ни 128 ни первую спасибо ну как-то так вот ну и понятно что если уже на одномерных алгоритмах вот есть три варианта которые достаточно друг от друга отличаются здесь конечно очень много всего разного ну может быть именно поэтому как бы из-за того что здесь слишком много чего можно исследовать оно еще собственно не исследовано вот они уже там потихонечку выходят на более продвинутый уровень алгоритмов где невероятностным образом что-нибудь хранится опять детерминированным но до этого мы дойдем какой-нибудь из следующих версий но здесь соответственно мне кажется уместным упринуть боецовскую оптимизацию которая может быть не совсем идеей даже совсем идеей потому что это такой довольно узкий класс но мне кажется что они надо знать и место рассказа о ней в этом курсе оптимальное наверное все-таки здесь вот поэйсовская оптимизация это штука которая осмысленно применяется для случаев когда у нас очень длительно вычисляемая способность и поэтому можем себе позволить между последовательными вычислениями проделать достаточно большую оптимизационную работу вот ну чем попробовать сократить число собственно запросов к основной улице храним все сделанные пары запросов приспособленности просто все истории храним вот и у нас будет параметризован какое-то семейство вероятных распределений то есть это очень похоже на нейки в этом месте вот у нас есть какие-то параметры и мы знаем в зависимости от этих параметров какое на самом деле скорее всего именно это и должно быть потому что это чуть-чуть не идейное распределение а распределение которое описывает наше понимание о том как устроена функция приспособленности вот то есть мы пытаемся описать каким-то семейством параметров то как функция приспособленности выглядит вот при этом мы хотим чтобы вектор параметров был не очень большой сам по себе чтобы флешечка вот эта была сама по себе достаточно простой чтобы с ней можно было как-то манипулировать но и при этом чтобы этой флешечке можно было достаточно точно описать более-менее реально выглядящие функции приспособленности хотя бы на том уровне на котором мы 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 сможем поработать вот поэтому здесь обычно какие-то гауссовые смеси попадаются в реальной жизни для вещественной значной оптимизации вот ну то есть какой-то мешок разных гауссов из которых какой-то алиминиум выбирается или сумма или чего-нибудь интересного вот и как выглядит итерация этой боецовской оптимизации мы берем какое-то аппериорное распределение вот на основе него и пар засемпленных ранее особей их приспособленности строим и паспериорное распределение просто берем боец и строим это это очень очень долго вот но мы как-то строим вот затем на основе того что что получилось мы строим какую-то функцию которая определяет то насколько нам интересно попросить особь х по каким по какому-нибудь критерию а эти критерии нередко берутся и с обучением с подкреплением потому что ну в общем это такое своеобразное специфическое обучение с подкреплением ну в принципе все эволюционные алгоритмы в некотором смысле обучение с подкреплением но здесь это прям наглядно очень видно вот эту интересность запросов можно описать разным образом ну то есть если на самом начале например то мы наверное хотим максимизировать вероятность получить какое-то улучшение потому что если ну или если как раз наоборот с или нет ну короче кажется это более характерно для начала оптимизации что мы хотим сначала получить какое-то интересное решение чтобы не было так жалко исследовать в дальнейшем вот а потом уже на что-то переключиться можно пытаться максимизировать значение улучшения относительно имеющиеся наиболее продвинутые варианты это максимизация какой-то получаемой информации о функции то есть так мы наиболее содержательно наполнены наш набор параметров одним запросом то есть как бы теоретически оптимальные оценки в этой байсовской оптимизации получаются из чего-то вот эта функция которая acquisition function называется по-английски она как правило достаточно простая в плане того что она не запрашивает функцию приспособленности саму как таковую она чем-то аналитическим не является вот совсем аналитическим она видимо не является потому что иначе можно было бы численно минимизировать аналитически или максимизировать вот чаще всего там какая-то численная оптимизация идет может даже эволюционная в зависимости от того насколько там все плохо и получившиеся минимум этой функции или максимум вот в этом месте делаем следующий запрос и все повторяем если все настроено хорошо то мы за очень небольшое число запросов и за очень большое число всяких вспомогательных операций находим какой-то приемлемый ответ вот один из двух это к сожалению вактор и на этом слайде конечно должно появилось два из двух вот то есть если у нас прямо очень 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 дорогая функция приспособленности то байосовская оптимизация ну как бы ее тоже можно отнести к поджанеру экспансив функцион оптимизация где тоже есть отдельно стоящие специального вида модели вот которые уже немножко не идей а что-то еще вот я не знаю доберемся ли мы до этого доберемся но вот байосовская оптимизация это из таких алгоритмов наверное вот самое понятное особенно для тех кто хорошо понимать машину обучения вот и последний раздел презентации про муравьиные алгоритмы муравьиные алгоритмы или ант-колони оптимизайшн то есть примерно все алгоритмы из этого класса можно найти вот по такому примерно подбору ключевых слов то есть соответствующая подсекция соответствующая секция ведущих конференциях международных они называются ACL обычно вот что это такое из 2000 какого-то года если смотреть на это на все муравьиные алгоритмы это такие идеи на графах вот но они были как бы придуманы независимой идеей они первые муравьиные алгоритмы пошли раньше чем собственно было осознано что такое идея и все эти PBI IL и прочие варианты предложены вот эти алгоритмы заточены для решения трудных задач над графами вот они имеют графы просто в явном виде качества представления хотя конечно потом обобщили на другие задачи тоже вот как они внутри устроены они внутри имеют в своем составе какую-то процедуру построения решения какую-то такую жадину с параметрами вот а жадина с параметрами в свою очередь управляется некоторыми вспомогательными величинами написанными на ребрах вот которые собственно помогают строить все более и более лучшее решение то есть в каком-то смысле распределение в смысле идеи уравненного алгоритма это то распределение которое ну то есть это вот эта процедура такая вероятностная жадина и вероятности принятия решения они записаны в явном виде получающиеся уже не очень явные распределения на решениях это собственно наличие такого распределения и собственно тот факт что сэмплиться прямо из него а не какими-то другими юристиками и определяет сходство муравьиных алгоритмов и идеи а чем ближе муравьи алгоритмы по представлению к тому с чем обычно работают идеи тем более похожие алгоритмы получаются вообще говоря о муравьиных алгоритмах с некоторыми небольшими разновидностями существует довольно много предлагались разными людьми с разными целями и все очень похожи и соответственно вот так это примерно устроено на примере к новой Жору показываю вот кажется вот этот вариант вот тот который будет изложен он называется ансистом остальные чуть более сложные ансистом он был первым он кажется в 89 году но в первом каком-то ранее был предложен вот но мы хотим найти для метонов путь у нас есть матрица расстояния между вершинами вот а в алгоритме в качестве вот этих вспомогательных величин определяющих распределение на ребрах написан так называемый эферомон вот ну за этим всем стоит некоторое наблюдение над некоторым видом муравьев которые собственно ровно так в распространстве перемещаются они идут 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 и откладывают какие-то пахучие вещества вот и если у муравья есть выбор он как правило идет с большей вероятностью в сторону ту на которую феромон больше то есть откуда сильнее пахнет тем самым можно себе представить что если две группки муравьев до одной той же еды пошли разными путями один покороче другой подлиннее то тот путь который покороче там этот феромон да феромон еще может испаряться в общем после того как процесс установится на более коротком пути феромон будет феромона будет больше вероятность того что муравьев куда будет больше этот феромон откладываться еще сильнее и в итоге все муравьи перейдут на этот путь вот какая-то такая логика природа если можно назвать наличием логики ну в общем давайте мы вдохновляем тут вся эта идея как генерируется решение в случае это место зависит от решения задачи в данном случае от Камилы и Жора агент начинает обход с начальной вершины муравей и находясь в какой-то вершине х он выбирает какую-то из ранее непосещенных вершин с вероятностью конферциональной некоторой такой величине в которой с каким-то весовым коэффициентом вкладывается собственно расстояние то есть близорухая оценка жадная того насколько этот выбор хорош и с каким-то весом собственно феромоны то есть то что алгоритм уже обучил чему алгоритм уже обучился в этой задаче вот с вероятностью проферционально в этом делу муравей выбирает какую-то из непосещенных вершин и переходит туда ну и так продолжается пока он все вершины не обойдет вот можно видеть что да тут есть эти параметры их надо подбирать подбор этот оптимальный скорее всего зависит от свойств задачи где-то есть какие-то соотношения вот я не очень изучал литературу по теории эволюционки но по теории муравьевых алгоритмов но она кажется вся немножко не про камево и жоров и не про родственные задачи а про что-то чуть более понимая теоретиками в текущий момент вот поэтому я не знаю есть какие-то теоретические обоснованные варианты выбора этих альф и бет но какие-то может есть скорее эфирические после того как мы запустили сколько-то муравьев мы обновляем ферамон делаем это следующим образом мы сначала испаряем их с каким-то фиксированным коэффициентом а потом каждым из неулучших муравьев проходим каждый путь и откладываем там ферамон обратно к порциональной длине вот этого самого пути таким образом чтобы самый короткий путь отложил больше ферамона а те которые подлиннее отложили бы не такой не так надо ферамон ну соответственно тут даже можно нервную лямбу нарисовать и все какой-то отбор будет то есть смещение вот этих вспомогательных вероятностей в сторону действительно кратчайших путей ну в данном алгоритме в общем-то тут не очень важно какая константа вот если мы занимаемся какой-нибудь сортировкой то какой-то константа понадобится чуть более сложные варианты включают локальное обновление у всех муравьев и глобальное обновление лучшим из муравьев то есть когда муравей куда-то идет он там сколько-то ферамона откладывает но немного а когда все эти муравьи пробегались берется наилучший из них и откладывается уже много феромон вот minmax and system это примерно то же самое все но исходя из примерно уже понятно нам с вами каких-то теоретических соображений эти феромоны интерпретируются как вероятности эти вероятности поддерживаются в некоторых пределах таким образом чтобы вообще-таки любой граф могло быть любой вход графа мог быть сгенерирован ну и когда уже совсем далеко и и сильно обобщали стали обобщать эту идею дошли уже до состояния того что граф в котором эти муравьи ходят это пространство поиска уже то есть мы отходим от муравьиных алгоритмов в том плане что они знают какую задачу они решают и как она представлена внутри как она структурируется на то что муравьи эвристиками от муравьиных алгоритмов мы пытаемся понять куда дальше идти в исследовании в части пространства поиска вот у нас есть как бы среди нашего международного научного центра есть даже одна диссертация кандидатская вот в которой конечно автоматы того или иного вида строились с помощью таких вот эвристик которые уже интерпретируют четко-странство поиска как граф можно чуть-чуть забежать вперед и про конечные автоматы и задачи очень похожи вот эти алгоритмы они как-нибудь связаны с задачей баг которая там должна быть я не пытался решать муравьев не пытался решать муравьями багов вот ну то есть из того что я рассказывал максимальное влияние на задачу баг наверное вот революционная лекция должна оказать и какие-то темы из из лекций при представлении тоже да то есть автомат внутри себя ну то есть вы видите уже задачу да видите ее условия видите примерно что там в состоянии должно быть написано вот исходя из этого подбирайте какое-нибудь представление которое вам больше по душе которое вам кажется более перспективным да у меня деревья были в чистом виде я просто вот как бы может это заблуждаю может это вообще не связано никак с задачей или ну просто никто не пытался решать эти алгоритмы ну муравьями бага бага вообще мало кто пытался решать честно говоря то есть примерно два человека этим занимались да то есть я не в курсе о том чтобы кто-то прям всерьез из внешних по отношению к моей группе людей этим занимался то есть на статью иногда ссылаются но из тех контекстов что вот смотрите и такое бывает вот там какие-то отдельные эпизоды из этой статьи ссылаются и статья-то сама такая честно говоря маленькая и я был и я сам был тогда маленький достаточно и статья была написана соответствующим образом вот но потом да мы еще немножко с верификацией этого дела поиграли спустя там пару лет вот но да как бы не очень много подходов к этой задаче вообще применялось поэтому я не удивлюсь если вы возьмете как-то очень творчески примените муравьев и сотрете просто специозимную всю эту задачу то есть у меня в блокфлоге есть код который довольно надежно генерирует решение этой задачи мы в какой-то момент более-менее на спор построили там разных комбинациях 400 разных решений очень реально разные многие фенотипические кремы очень сильно разные получились задача там решается многими способами даже когда я в конечном итоге включу антиклогиат сейчас его пока нет но как бы это не значит что так можно сдавать вот когда я там включу там и без этого тоже будет очень много всяких вариантов то есть неверно что существует ровно один автомат удовлетворяющий условие которые эту задачу решают вот но можно я знаю что да вот этот запуск он может работать от десятков минут до десятков часов для того чтобы автомат построить но это типа мой код и вполне может быть что вы из каких-то других соображений сделав алгоритм вы все это делаете сильно быстрее ну в том числе и муравьи вполне себе могут только тут думать надо как именно то есть да там в автомате скорее всего можно типа сделать следующее да да там можно провести все стрелочки возможные из всех состояний во все как-то синтезировать автомат путем какого-то многократного обхода всего этого дела вот потом его проверять и соответственно раздавать ферамон ну то есть вроде не совсем полный тут вроде как-то делается ну ладно я сегодня положился на время немножко с большим запасом вот если есть еще вопросы задавайте если нет то спасибо за внимание спасибо Продолжение следует...